С вами Николай Пивенко в проекте Дата. Сегодня 19 мая, день рождения Всесоюзной Пионерской Организации имени Ленина. Праздник, безусловно, неофициальный. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская Конференция Комсомола принимает решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Слово пионера отныне приобретает несколько иной смысл. Сама же структура по образу и подобию была похожа на зарубежные команды скаутов. Советская пионерская организация стала самой массовой самодеятельной коммунистической организацией детей и подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Помните, будь готов, всегда готов. У родившихся в этот день в 1683 году на севере Германии родился Бурхард Миних, российский генерал-фельдмаршал. На службу к Петру Первому он поступил в возрасте 37 лет. При Ане Иоанновне он стал фельдмаршалом и президентом военной коллегии. В боях был храбр, отвоевал у турок Очаков и Азов, но солдатских жизней, говорят, не жалел. Елизавета Петровна отправила его в ссылку. В столицу фельдмаршал вернулся только через 20 лет аж при Петре Третьем, а Екатерина II назначила 80-летнего старца директором Нарской и Ревельской гавани. И Миних до конца жизни прилежно трудился на благо империи. Джон Абель родился в 1857 году. Американский фармаколог и биохимик внес значительный вклад в эндокринологию. Он впервые выделил адреналин в виде химического деривата и получил кристаллический инсулин. Для многих сегодня это очень важное изобретение. 1890 год. День рождения Нгуена Татьяня Норта, то бишь Хо Ши Мина, вьетнамского коммунистического политика, премьера и президента с 1954 по 1969 год. А в 1930 году родился исполнитель роли Ивана Бровкина, актер Леонид Харитонов. Год 1932. День рождения Майи Григорьевны Булгаковой. Замечательная актриса, которая сыграла запоминающиеся роли в фильмах «Повесть пламенных лет», «Крылья», «Преступление и наказание». Микеле Плачуда, итальянский киноактер, родился в 1946 году. Знакомый нам как комиссар Катани. Нереальный культовый борец с реальной и тоже по-своему культовой итальянской мафией. 1965 год. День рождения имитатора-пародиста Александра Пескова. А в 1975 году родилась Ева Польно, российская певица. В прошлом солистка группы «Гости из будущего». В 1977 родилась Наталья Аррера, ругвайская певица и актриса. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. В 1347 году человек по имени Кола Дериенцо попытался сделать в Риме революцию. Молодой юрист и, кстати, друг Великого Петрарки, одержимый идеей возрождения Римской республики, созывает на Капитолийском холме сход горожан, который создает городское ополчение. А оно уже снижает налоги, ликвидирует таможенные пошины и вводит новую монету. Однако уже в декабре прежние порядки были восстановлены. Потом была вторая попытка, однако после нее вождь радикалов пытался скрыться, но 8 октября был убит. Как говорят в таких случаях, революция пожирает своих детей. 1484 год. В Московском Кремле заложен Благовещенский собор по велению великого князя Иоанна III Васильевича. Собор был возведен за пять лет псковскими мастерами по образцу греческих храмов X века. Девятиглавие этого белокаменного кремлевского собора объясняется его посвящением именно празднику Благовещения. В русской церковной архитектуре девять глав символизируют образ Пресвятой Богородицы. В 1649 году после казни короля Карла I Англия объявлена республикой. Исполнительная власть перешла к Государственному совету, в котором решающую роль играет лорд-протектор Кромвель. 1712 год. Петр I переносит столицу из Москвы во вновь построенный Санкт-Петербург. С этого дня город на Неве стал официальным административным центром страны и являлся столицей Российской империи и резиденцией российских императоров более 200 лет с 1712 по 1918. Мало кто помнит, что в годы правления Петра II статус столицы ненадолго все-таки возвращался к Москве. 1926 год. Томас Эдисон впервые выступает по радио. На вечере, устроенном национально-электрической компанией в Атлантик-Сити, его просят выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель едва произносит «Я не знаю, что и сказать. Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи». 1928 год. В калифорнийском городке Калаверос проходят первые игры лягушек по прыжкам в длину. Победительницей становится красавица с именем Горда из долины Сан-Хоакин. Она смогла прыгнуть на 101,6 сантиметра и победила при этом 49 конкуренток. Вообще-то, первые состязания состоялись еще в годы золотой лихорадки и зафиксированы не кем-нибудь, а Марком Твеном в рассказе «Знаменитая скачущая лягушка из Калавероса». 1989 год. С 19 по 21 мая в Москве проходит первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР-89». Звучит неестественно, но так было. Среди членов жюри Ирина Скопцева и Муслим Магомаев. В концертном зале «Россия» собираются 35 победительниц городских и областных конкурсов. Победу одержала десятиклассница из Москвы Юлия Суханова. Второе место у Анны Горбуновой из Зеленограда. А третье досталось уроженке Перми Екатерине Мещеряковой. Зарубежные СМИ сравнивали первый советский конкурс красоты с полетом Юрия Гагарина в космос. А советские граждане были шокированы дефиле девушек в купальниках по сцене одной из крупнейших площадок страны. Цитата. «Пока эти ходят по сцене, другие кладут асфальт». Так комментировали первый конкурс красоты режиссеры-документалисты советские. 2008 год. Российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100» впервые поднимается в небо. Самолет проводит в воздухе 1 час 5 минут. Ну и последнее событие. 1802 год. По инициативе Наполеона, тогда еще первого консула, учреждается высшая награда Франции – Орден Почетного Легиона. После революции были отменены все монархические привилегии, почести и награды. Нужны были новые знаки отличия. В настоящее время Орден имеет три степени – кавалер, офицер, командор и два достоинства – высший офицер и кавалер Большого Креста. Орден Почетного Легиона – высшая награда Франции, одна из самых уважаемых в мире. Среди кавалеров – деятели культуры, искусства, политики Франции и других стран, в том числе и России. Из наших соотечественников этой чести были удостоены в разное время президенты России Ельцин и Путин, балерина Плесецкая, дирижер Гергиев и другие. И как вы понимаете, список можно продолжать. Но раз заслужили, значит имеют на это право. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok